Я сегодня на планёрке своим специалистам сказал, похоже, это после 1975 года худший год в моей практике. Таким выводом поделился герой труда Борис Князев из Камыстинского района. Там урожайность может составить 3 центнера с гектара. Низкие результаты ждут по всему региону. Несмотря на посевную площадь в 5 миллионов гектар, хорошее состояние наблюдает только у 34% посевов. С мая по июль в среднем по области выпало 67,2 миллиметров локальных осадков или 63% от среднем многолетних. Повсеместно дожди выпадали в основном кратковременные, локального характера, были малопродуктивными. В некоторых хозяйствах за три месяца выпало не более 10-20 миллиметров осадков. Соответственно, лучшие посевы отмечаются на площадях, где прошли локальные дожди. В засушливый 2012 год удалось собрать в среднем 6 центнеров с гектара. Сколько соберут на этот раз, вновь будет зависеть от качественной уборочной компании. Именно на нее ориентируют все районы. В то же время Аким области предлагает пересмотреть экономику. Есть серпост товаропроизводитель, который открыто мне говорят, что с 2012 года каждый год по 2-3 центнерам получает. С 2012 года. Поэтому надо тем регионам и Акимам, которые слышат, надо капитальным образом менять структуру экономики в некоторых хозяйствах. Даже в одного сна переходить. Недостаток урожая может отразиться и на заготовке семян на будущий год. Необходимо прежде всего полными объемами засыпать потребное количество семян. Это 530 тысяч тонн для посева в следующем году. В связи с низкой урожайностью в хозяйствах юго-западных районов возможен недобор семян. Поэтому уже сейчас необходимо с существующими северных и центральных районах области 21 элитно-семеноводческим хозяйствами заключать договора по недостающим семянам. Низкий урожай ждут и в соседней России. Из-за этого казахстанская пшеница стоит 80 тысяч тенге за тонну, а масличные культуры – 100-130 тысяч. Такие цены называют богоприятными для производителей и ожидают, что они продолжат расти. Но в то же время рост цен на зерно может привести к подорожанию продуктов. В целях сдерживания цен на основные социально значимые продукты питания в каждом хозяйстве, районных центрах, городах, надо зарезервировать с урожая текущего года необходимое количество зерна для переработки на муку, овощей и картофеля. К уборке урожая уже приступили в восьми районах области. Из-за высоких цен на зерно и их малого количества Аким попросил тщательно следить за его сохранностью. Такое поручение он дал Департаменту внутренних дел.